приветствую вас на канале редкоют в пыльной поездке у нас вышло обновление мне подарили классический джип за то что я проходил ивент the classic получил там 5 и больше бейджей и в общем мне дали награды это круто и сегодня ребята мы смотрим обновление тут добавился новый сейф так что в нем есть крутое оружка смотрите сам отправляемся пока идет загрузка посмотрите короткую рекламу не знаю где быстро и выгодно приобрести робоксы тогда тебе на play rock точка ком play rock вернулся на основной адрес больше не нужно использовать vpn и добавлять лишние цифры просто набери в поиске play rock.com и перезайди в профиль play rock это маркетплейс игровых товаров и услуг в котором более 500 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров 400 робоксов по скидке 28 процентов за 359 рублей донат осуществляется легально через официальный магазин в игре покупка совершается в пару кликов выбираем нужный товар оплачиваешь удобным тебе способом пять минут и все 400 робоксов на аккаунте также помимо робоксов можно купить аккаунты предмет и многое другое рейтинг 5 0 более 4 миллионов отзывов оставленных после покупки регистрируйся по моей ссылке в описании покупай со скидками до 90 процентов с play rock ваши покупки всегда в безопасности ну что ж ребят мы отправляемся кстати очень прикольно когда кто-то спавнит джип с него дропается сразу две канистры с бензином поэтому если у вас есть заданка что вам надо залить 100 литров то соответственно спамте попросите кого-то чтобы он спавнил постоянно джипик и вы очень быстро выполните это задание радиатор кстати не на 50 литров как я думал а на 5 50 литров видно это только у автобуса ну что ж мы заливаем ставлю фонарик еще сзади чтоб лучше был вид на мою машинку в темноте и мы отправляемся с мортисом смотреть бункер да кстати очень круто что наконец-то в этой машинке уже стала работать освещение теперь я могу включать пару но работает не странным способом видео как бы они так не все время светит а пропадают некомфортно но это лучше чем ничего и ребята да наконец-то на монстр траке я доехал до 5 километров мы это делали на стримчики и я решил посмотреть насколько легко ему будет переехать переправу смотрим на его огромных колесах вот переправа вот речка вот монстр трак вот она закончилась как вы видите максимально было легко я также ребята давно хотел попробовать переехать через переправу с помощью бензина потому что мы только один раз папа дочки games когда играли когда переправлялись через реку и тогда у нас была проблема из-за того что было две машины у нас это вышло не очень хорошо сделать постоянно поэтому я сейчас хочу попробовать все таки это сделать с одной машинкой для чего я сейчас заливаю бензин и мы отправимся через реку так ну что залил внизу можно выпить выкинуть закрываем то что такое закрывать фары светит ничего не видно вот так и ручку нажимаем и все поплыли о без проблем смотрите ребята как хорошо паромчик себе плывет нет я убер ребята так и упал в воду я что-то не понял каким образом короче ребята здесь была одна проблемка из-за того что паром ехал когда я респавнился я получается опять попал в воду поэтому я морковь попросил переставить машину слава богу с третьей попытки я заспавнился все таки хотя бы на берегу но опять же такие проблем как я заспавнился не на том берегу поэтому круто когда вы едете все-таки вдвоем и вас могут подстраховать так бы и остался без машины и вечно жил бы на этом берегу а машинка моя покатила все морти съедет меня забирать но делает это не очень удачно потому что два колеса у него оказались в реке так что ребята вот так как мортис не выезжайте на берег сейчас я покажу как правильно нужно выезжать влага машина уже может двигаться мы подвинули поставили колесико и можем продолжать путь давай садись быстрее поехать короче ребят смотрите лучше когда вы едете немножко бачком заезжать вот таким образом на полную скорость и тогда ведь у вас подкидывает и вы нормально заезжаете следующее что я хотел посмотреть это расширили туннель или нет потому что монстр трак огромный и ему для того чтобы здесь проехать принципе нужно больше места не знаю мне кажется тут ничего не менялась зрительно вроде кажется вместо есть но непонятно сможет он тут проехать по ходу или не сможет надо все таки на нем приезжать и тестировать возможно я как-нибудь это сделаю просто на нем очень удобно как по мне ездить он здоровый такой не очень быстрый но как-нибудь все таки это сделаю ну и вот ребята наконец-то мы доехали до бункера он действительно находится на 20 километрах тут новый биом скажем да так назовем то есть у нас заканчивается трава и слева видите какая-то гора сейчас все темно поэтому его не видно но в целом сейчас мы подойдем поближе все станет ясно у меня миниган у мортиса ножик вампира который уже заряжен 12 душами поэтому он убивает сразу ну и сейчас вот я уже вижу ворота и чувствую ножик который убивает сразу от мортиса вот ребята кислотный дождик у нас и как раз видно теперь бункер справа увидели рычажок я его нажал бункер открылся но ребята советую вам с собой еще брать лампу и ставить ее где-то в начале потому что свет выключается вы ничего не увидите мортису хорошо у него но и поэтому если даже к нему будут подходить они все равно об него будут умирать а вот нет как-то уже не так комфортно было так окей будем режем будем резать будем бить и мы останемся так вот они бегут мортис один не вроде ничего не видно еще из-за того что на улице темно у меня кто-то бьет не кто-то бьет и отстрелил дверь закрылась и нас больше не выпускает поэтому здесь у нас финальная остановка так сказать пока мы не убьем всех монстров и дверь не откроется ищем дальше кто тут еще есть мортис каким-то образом потерял нож видите тут капелька вот а вот еще челик ничего себе грабила какая заспавливать а я убил да я не успел даже испугаться он уже умер короче ребята мы убили босса и теперь из кого-то из них по идее по идее должен дропнуться код который вы должны ввести в хранилище давайте еще посмотрим что в этих комнатках находится потом пойдем в хранилище так ну тут много еды у нас есть всякий лут монеток кстати очень мало монеток даже толком оружия нету это шкафы новые таких не видел вот еще монетки и все ладно давайте попробуем с той стороны посмотреть здесь пистолет даже есть чуть-чуть тоже монеток и все окей хорошо допустим так но проблемка у нас остается нам нужно теперь найти где-то код среди тех монстров которых мы убили идемте искать вот они упали смотрим сюда где-то выбежали вот здесь но из большого мы решили разобрать этот завал посмотреть может он куда-то дропнулся но мортис нашел еще одного монстра который у нас попал в текстурку и к сожалению с нашим еврейским счастьем так сказать именно у этого монстра и был кот который нам нужен мы его конечно убили скорее всего через стену но кот мы не смогли узнать потому что он находится в текстуре вот такая вот ребята грустная история если все-таки у вас все будет хорошо он заспавнится в центральном коридорчике то тогда вы сможете у него увидеть код и просто его вбить за бункером вы найдете оружие новое оружие но а также там будет книга все это наверное покажу в шорт если сегодня дойду чтобы не не записывать отдельно видео мы ребята кстати пытались хранилище разным способом взорвать дверь не открывается поэтому надо все-таки код ну и когда вы будете знать код подходите просто вбиваете допустим такой нажимаете зеленую кнопку и она откроется дальше будет анимация вы заходите и там уже забираете новое оружие и книгу ну что себя такая вот небольшая неудача но надеюсь у вас все будет хорошо подписываемся ребят ставим лайк и до новой встречи всем пока а